здравствуйте мои дорогие мастера и мастерицы гости моего канала мои подписчики меня зовут светлана и я вас рада приветствовать на своем канале клубок шоу сегодня я хочу вам показать и рассказать как я вывязываю горловину при вязании реглана сверху вниз горловину я вывязываю укороченными рядами и у меня ко мне приходит очень много вопросов чтобы я показала подробно именно первые ряды вывязывание этой горловины поскольку я горловину вывязываю корочными рядами и мы с вами часть нашей работы вяжем укороченными рядами то есть у нас получается прямые обратные ряды а затем уже я замыкаю свою работу в круг и вижу дальше уже свое изделие вырез горловины не имеет значения вот здесь у меня например просто горловина идет под горлышко здесь у меня горловина у-образная как именно связана горловина резинкой или там каким-либо там с декоративными элементами тоже не имеет значения главное в этом мастер-классе подробно хочу показать первые ряды когда мы с вами начинаем вязать укороченные ряды и уже как затем при вывязывании наши горловины мы замыкаем свою работу в круг до видео у меня получилось достаточно длинные поскольку она рассчитана для начинающих мастериц и я попыталась ответить на все те вопросы которые у меня поступают или в комментариях под моих под моими видео или в личном переписке поэтому если вам это все интересно смотрите как я это делаю последний бреду когда я вижу резинку я сразу навешиваю маркеры чтобы не запутаться я отдельно вот другим цветом отмечаю начало своей работы можно конечно ориентироваться по ниточке но вот я работаю и пластмассовые маркеры это у меня отмечены регланной линии там где перед спинка а вот такими ниточками я отметила места разворота я отметил только по рукавам чтобы не было лишних деталей и хочу рассказать где же у меня начало работы начало работы у меня идет по спинке от регланной линии перед регланной линии многие конечно используют начинает середины спинки да можно воспользоваться таким методом если вы вяжете например лицевой гладью тогда рисунок не нарушится но если у вас какой-либо рисунок проходит по спинке то вот этот стык вот этот стык у вас спинка получится разделена и рисунок может не совпасть поэтому лучше начинать например с этой стороны или например вот с этой стороны по спинке без разницы вот мое начало эту меня 1 моя регланной линии у меня в регланной линии 10 петелек я их отметила вот 10 петелек и теперь маркерами перед маркером перед первой регланной линии я делаю прибавление перекидываю маркер и вижу свою регланную линию у меня рисунок французской резинка у вас вы можете там любым способом вязать получится видео конечно немного длинным но я хочу именно остановиться провязать полностью первые ряды чтобы на не возникало вопросов особенно у начинающих последний изнаночная петля все регланной линии провязана я маркер перекидываю и делаю прибавление после регланной линии теперь у меня идет спинка спинка у меня связано полностью лицевыми петельками поэтому я вижу я буду делать прибавление в каждую через один ряд поскольку у меня круговая круговая работа поэтому я буду делать через один ряд еще одна петля я делаю прибавление маркер перекидываю наоборот извините знать одну да все правильно маркер перекидываю и опять у меня 10 петелек моей регланной линии я провязываю свою регланную линию маркер перекидываю и делаю прибавление после регланной линии и теперь я уже дошла до рукава вот у меня на рукавах по всем петелек поэтому мне надо сначала провязать 3 петли до маркера я провязываю 3 петли 1 2 3 маркер я оставляю чтобы в дальнейшем показать как буду я дальше делать переход работу поворачиваю первую петельку которую у меня на спице провязаны я снимаю и ниточку поскольку у меня здесь изнаночной работы я делаю от себя у меня на на месте одной петли получается две петли но я ее буду считать за одну петлю и теперь уже вяжу по рисунку здесь у меня надо что провяжу по рисунку свою рекламную линию так я провяжу до маркера который у меня отмечен место следующего поворота я дошла до маркера провязываю последнюю петельку изнаночной работу поворачиваю также первую петлю снимаю и уже ниточку делаю к себе чтобы у меня получилось двойная петля и опять начинаю следующий ряд дошла до маркера который у меня отмечает регланную линию делаю прибавление до регланной линии маркер перекидываю вяжу регланную линию рекламную линию я провязала маркер перекидываю делаю прибавление после реглана и вяжу петли спинки я провяжу петли спинки реглан сделаю прибавление перед регланной линии сделаю прибавление после регланной линии и уже покажу как буду делать следующий укороченный ряд я провязала регланную линию сделала прибавление и вижу уже рукав дошла до маркера маркером у меня отмечена первая точка где мы с вами делали укороченный ряд вот эта двойная петля которую я считаю за одну поэтому я ее провязываю вместе сейчас маркер можно брать и вязать уже до следующего маркера точно также я дошла до маркера работу поворачиваю делаю двойную петельку и вижу дальше а вот я вижу укороченные ряды немецким способом вы можете вязать укороченные ряды любым способом который вам нравится поэтому даже не стоит заморачиваться если как такой способ лучше или другой способ лучше каждый вяжет как ему нравится и как ему удобно поэтому я сейчас провяжу этот ряд вот до точки разворота здесь у меня по рукавам когда я все сделаю точки разворота тогда мы уже с вами встретимся как делать переход уже к вывязыванию гор горловины я я довязала до маркера на рукаве вот у меня это двойная петелька я ее провязываю вместе маркер убираю и вяжу следующие две петли сейчас уже у меня маркер которая обозначает регланной линии поэтому я делаю прибавление до регланной линии и вяжу свою регланную линию изнаночной петли на последние маркер перекидываю делаю прибавление после регланной линии и здесь у меня уже горловина начинается по переду вот таким образом я буду вывязывать укороченные ряды я но маркера я вот расставила только по этим по центральным петелькам когда вот у меня по одной петли я решил не отмечать вы то сделайте как вам удобно но с это сама суть вот реглан регланной линии то есть вот мы сейчас с вами вот здесь вот с вами довязали вот эти 10 петельки провязала сделала прибавление после регланной линии и провязываю петельку по горловине переда сейчас я работу поворачиваю и вяжу точно так же как мы с вами вязали наши предыдущие укороченные ряды когда я дойду до по изнаночной стороне до того момента как надо вязать укороченный ряд я остановлюсь и покажу где нам с вами надо будет сделать еще одно прибавление я провязала по изнаночной стороне петли вот до маркера который у меня последний на рукаве вот эти три петельки я провязываю вместе и у меня уже следующие две петли которые перед регланной линии теперь мне надо провязать регланную линию и и уже я буду вывязывать укороченные ряды по переду то есть я уже вот здесь по изнаночной стороне вот по изнаночной стороне я остановилась вот на этой точке теперь вот такой момент когда мы с вами вязали по лицевой стороне перед тем как вывязывать вот укороченный ряд по переду мы с вами сделали прибавление до рекламной линии и после рекламной линии сейчас по изнаночной стороне мы с вами прибавление не делаю но вот здесь чтобы количество петелек не нарушилась вот в одном ряду нам с вами надо сделать это прибавление поэтому вот перед регланом я провязываю из протяжки предыдущего ряда одну изнаночную скрещенную маркер перекидываю и вижу свою регланную линию здесь у меня последние петельки так вот у меня я провязала всю рекламную линию маркер перекидываю и точно так же провязываю одну скрещенную петельку это у нас с вами то как это петля которые нам надо было бы прибавить по на лицевой стороне подхватывается ниточка расслаивается все вот это у меня прибавление потом идет одна петля как мне надо вывязывать укороченный ряд я работу поворачиваю и теперь уже начинаю то есть продолжая в таком же как порядке вязать первые петли у меня укороченного ряда теперь я дошла до маркера перед маркером я делаю прибавление маркер перекидываю провяжу регланную линию сделаю прибавление и таким образом уже у меня пойдет одинаковое количество петелек и под по рукавам и уже по переду и таким образом я буду вывязывать укороченные ряды до тех пор когда у меня не будет последний ряд когда вот останутся вот эти петли по центральной я провязала все укороченные ряды маркерами у меня отмечено центральной моей петельки и теперь я замыкаю свою работу уже в кук ну как она мне сам ну начнет продолжаю вязать уже по кругу я провязала у меня петелька которая была двойная я ее провязываю маркер убираю он мне не нужен и продолжаю вязать дальше провязываю дошла до следующего маркеру убираю также у меня здесь еще одна двойная петелька я ее точно также провязываю и вижу уже дальше по кругу до регланной линии все я провязала здесь у меня около регланной линии уже прибавление и теперь у меня отсчет рядов будет то есть начало работы сместилась если она была около спинки вот это регланной линии то сейчас у меня начало ряда будет около регланной линии который проходит по переду но хочу уточнить это все касается если у нас например лицевая гладь вот я хочу уже на рисунке показать вот если у нас с вами начало ряда было здесь мы с вами отсчитывали то теперь начало это вот спицы покажу будет уже вот здесь мы уже отсюда будем считать свои ряды это все касается еще раз повторюсь того случая если у нас провязана лицевой гладью например чулочной гладью то есть то я вот как у меня регланной линии идут резинкой то есть те вязки которые не имеет раппорта вот при если нет раппорта то тогда мы с вами легко можем переходить от нашего кажется вот укороченных рядов к нашему уже дальнейшем круговому вязанию единство только у нас с вами смещается вот начало ряда больше то есть можно спокойно дальше вязать но если у вас рисунок то здесь уже вот я хочу показать у меня то есть пуловер кокетку пуловера здесь у меня идет раппорт раппорта не по регланной линии регланной линии у меня связана резинкой но здесь у меня раппорт идет по самому телу моего пуловера поэтому когда я сейчас от своей работа вот я как бы например это все вязала дошла до момента соединения вот этих рядов и если бы я продолжил свою работу то здесь произошло смещение поэтому в этом случае я просто обрываю ниточку вот она у меня это ниточка и оборвала и уже прикрепила следующую ниточку так да вот к началу своей работы так 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 где-то и на может быть и даже убрала эту ниточку дает потому что здесь по этой но смысл то есть вы понимаете что по чтобы легче было ориентироваться значит у нас вот у меня вот моя горловина мы ниточку обрываем и вот как я начинаю уже работу то есть присоединяю и продолжаю вязать больше как другого варианта меня не получается конечно я буду рада если может быть у кого-то есть такой вариант я прям с удовольствием пишите в комментариях я воспользуюсь этим способом также вот я хочу пока показать еще вот у меня на одной круговой кокетки здесь у меня у образная горловина но она точно так же я ее вязала вот так если работу переверну потому что как мы с вами это работали точно так же я дошла поскольку меня тоже здесь резинка вместо рекламных линий а здесь у меня раппорт рисунка четыре ряда поэтому когда я дошла до вот этой линии до середины переда я оборвала ниточку и уже ее прикрепила вот здесь она у меня к началу своей работы вот здесь у меня уже то есть я уже начинаю вязать потому что вот здесь так сейчас я на свет вам хочу показать очень хорошо видно почему вот вот если у меня рисунок идет чередование одной лицевой одной изнаночной и уже здесь у меня также идет чередование одной лицевой изнаночной поэтому если бы я продолжил здесь рисунок я здесь уже у меня преследующий ряд идет должен быть полностью лицевыми петельками если бы я его провязала и я его сюда вернулся у меня здесь получился бы стык единственное я несколько раз как это делал так если вот без обрыва ниточки если по центру переда можно расположить какую-либо декоративную декоративный элемент косу можно просто например там резинку то на вот здесь вот этот вместе вот этого соединения тогда рисунок не так похоже как он разрывается можно вот так попробовать а так больше ну еще как я хочу сказать если у вас есть какие-то способы пишите в комментариях а можете также у меня в группе выкладывать фото или какие-то ссылочки как вы это все делать я с удовольствием посмотрю и буду благодарна что вы поделитесь своими советами ну а на этом все легкий к вам петелек и всего самого доброго до свидания мои дорогие до новых встреч а